Бактерии становятся все более устойчивыми к противомикробным препаратам, поэтому поиск новых антибиотиков в Европе – это необходимость. В то время как Еврокомиссия стремится пересмотреть фармацевтическое законодательство, производители пытаются отстаивать свои интересы. Здесь не обходится без полемики. Игроки рынка утверждают, что поиск новых молекул требует инвестиций в исследования, однако не все антибиотики представляют коммерческий интерес. Поэтому в индустрии предложили противоречивую систему. Компания, которая потратила финансовые ресурсы на создание новых антибиотиков, смогла бы рассчитывать на продление на несколько месяцев эксклюзивного патента на продажу другого, более прибыльного лекарства, например, анксиолитика или антидепрессанта. Как мы знаем, резистентность к противомикробным препаратам – это крупнейшая глобальная пандемия, которая, по оценкам к 2030 году, будет стоить более чем триллион евро в год. Ежегодно она убивает 400 тысяч жителей Евросоюза. Таким образом, выгодно было бы стимулировать появление на рынке от двух до четырех антибиотиков каждый год. Между тем, объединения по защите прав потребителей считают такую систему возмутительной. Продление эксклюзивных патентов может дорого обойти системе здравоохранения и гражданам. Если мы распространим эту эксклюзивность на период после истечения срока действия первоначального патента, потребитель заплатит больше, потому что не появится более дешевого продукта, дженерика или биоаналога. У потребителя будет меньше выбора, и ему придется платить больше. Это также означает, что в ряде стран лечение окажется просто недоступным, так как некоторые фармацевтические компании продают лекарства только в определенных странах, где это более выгодно. В ответ на запрос Евроньюз Еврокомиссия признала, что этот, цитата, «механизм обсуждается в контексте пересмотра фармацевтического законодательства» и уточнила, что, цитата, «на столе есть несколько вариантов». Тем не менее, организации по защите прав потребителей опасаются, что представители общественности не смогут участвовать в этих обсуждениях. Продолжение следует...